Здесь было, посмотрите, как это читается, women, вот это начинает читаться как и, это, скажем так, напортили еще где-то в 14 веке, когда шло перераспределение, это был тот период, когда женщины, знаете, как Джанна Дарк, да, сели на коня и поскакали куда-то там в керасе и с мечом. Вот это все оттуда пошло, когда шло перераспределение значений между женщина, воительница и королева, так вот воительница как раз была with man, и вот это и вот сюда вот неким образом перекочевало, поэтому женщины, women, это мужчинам на заметку, когда женщин много, то ждите беды, да, будет страшно, женщин много, они объединяются, women, да, сразу же там women, если женщины, мужчины начинают улыбаться, women, да, женщины пришли, так, одна женщина, woman, там, ууу, ты моя хорошая, woman, да, много women, улыбаемся, дальше пошли. Один ребенок будет child, причем, посмотрите, здесь считается I, а вот дети уже будут children, некоторые граждане пытаются еще и окончание S на детей запихнуть, так нельзя делать. Один ребенок child, дети children, ребенок, дети, в русском вообще разные корни. Здесь child, children, чтение будет другое, здесь у нас будет звук I, children, а здесь I, children. Дальше пошли слова, где меняется корневая гласная. Один зуб, tooth, зубы, teeth, одна стопа, foot, стопы, feet, один гусь, goose, goosey, geese. Здесь не так, чтобы нам гуси были нужны, но так, до кучи уже. Так, я вот так вот здесь отделю, я здесь буквально пару слов дам. И остались слова, которые в принципе не меняют свою форму. Не меняют свою форму овца, sheep, что одна овца, что много, все равно sheep. Олень, deer, не меняют свою форму, что один олень, что много, deer. И swine, свинья, что одна свинья, что много, swine. Тот, кто знает, что свинья это pig, обзаводитесь еще словом swine, заимствованным из немецкого языка. Pig это хорошенькая маленькая свинюшка, а swine это мерзкая грязная свинья. Так, по поводу deer, обратите внимание, вот в таком спейлинге deer, вот именно в таком спейлинге deer, мы сейчас, вот это исключение, которые, это все к форме, видите, я специально очеркнула. Просто у меня здесь места не хватит, а если я буду мелко писать, вам не видно будет, особенно тем, кто сидит далеко. Так, deer, обратите внимание, олень пишется через две и, а дорогой пишется вот так. То есть, если дорогой олень, будет deer, deer. Так, ну так, чтобы немножечко разрядить атмосферу, а то тут пошла прям теория, теория, расскажу такую нехитрую шутку, наверняка многие ее в интернете читали, но не все сразу понимают, что там. Для этого сначала несколько слов. Итак, когда человек говорит оу-деар, это типа о боже, но звучит как о олень, примерно. Дальше, еще слово хостайл, это враждебный, хостайл, враждебный по отношению к кому-то. Так, есть такое восклицание, holy cow, дословно святая корова. Так, это практически то же самое, что оу-деар, святая корова звучит. Вот, в переводе, ну вот, как о боже мой. И, наверное, все, сейчас я. Да, вроде как. Да, и еще female и male. Male мужской, female женский. Да, ну и вот эта вот баечка давно-давно ходит уже в интернете, кто знает, тот вспомнит ее. Идет собеседование, ну там идет вопрос-ответ, вопрос-ответ, да. Name, Абу Али Ахмед, age 33. Sex, three times a day. No, no, male or female. Male, female, sometimes animals. Oh, holy cow. Yes, cow, sheep, sometimes camel, animals in general. То есть, вообще животные. But isn't it hostile? То, что слышит человек, чтобы было понятно. Yes, hostile, doggy style, any style. Oh, dear. No, deer runs too fast. Олени слишком быстро бегают. Да, и это невозможно перевести. Если вы не знаете слов, вот эту игру слов, ее понять невозможно. То есть, начинаешь переводить на русский, и каждый раз нужно это все объяснять. Вот получается, вот такая игра слов в английском, такого очень много. Иной раз смотришь какой-нибудь сериал, чем хороши вот эти вот сериалы, типа там сериал «Друзья» или «Нам хозяйки», очень часто бывает именно игра слов, и из-за этого смешные ситуации какие-то возникают. Я в свое время сидела, смотрела сериальчик один, и у меня дети все время меня дергали. Говорят, ну что ты там смеешься, что ты там смеешься, переведи. Я говорю, да это непереводимо на самом деле. То есть, когда переводишь, оно звучит очень-очень глупо, реально. Я помню, когда первый раз услышала про сериал «Друзья», одна из моих преподавателей в универе, она сказала, что это самый популярный сериал в Штатах. Она приехала из Бостона и сказала, там его все сейчас смотрят. Это был год какой-то там 98-й, наверное, да, она как раз вот и съездила, говорит, там все его смотрят. И однажды, увидев сериал «Друзья» в переводе на каком-то из русских каналов, я посмотрела, сказала, фу, какая гадость, тупые америкосы, они это смотрят, да еще и всей страной. А потом как-то раз уже, ну, скажем так, не очень много лет назад я решила посмотреть какой-то кусочек оттуда, он был без перевода, и тогда я поняла, почему они все смотрят. То есть там действительно вот эта вот игра слов, это непередаваемый юмор на русский язык лучше не переводить на самом деле. Учите английский, посмотрите сериал «Друзья», поймете, зачем я это все вам сказала. Так, поехали дальше. Возвращаемся к нашим баранам. Итак, меняются вот эти слова. Вам сейчас не надо их все-все-все запомнить. Если вы язык только начали учить, все-все-все слова запоминать не надо. Запомните мужчина, женщина, ребенок, вот эти синенькие. Мужчина, женщина, ребенок, мужчина, женщина, дети. Вот это самое основное, это уже второстепенно все. Так и осталось только единственное или только множественное. Так бывает, что слово в английском языке стоит как будто бы во множественном числе, например, news. А это новость, и это только единственное число. И новости по-русски, множественное число, по-английски все равно будет news. Есть такая пословица в английском языке. No news is good news. Отсутствие новостей само по себе хорошая новость. Дальше. Есть слова, которые наоборот только во множественном числе, а выглядят как будто бы стоят в единственном. Например, police. Полиция. Имеется в виду все полицейские вместе. Police всегда будет множественное число. Единственное множественное число относится к употреблению формы, к выбору формы глагола быть. Там будет либо is, либо are. Но мы до этого дойдем. Так, поехали еще раз по исключениям множественного числа у нас. Либо есть изменение формы, там корневая гласная меняется, или вообще не меняется форма слова. Либо это слово употребляется только в единственном числе, или только во множественном числе. Те, кто язык только начинает учить, ваша задача вот это запомнить. Вот это уже второстепенно, это потом. Самое главное, это вот эти три вещи. Поехали. Возвращаемся, откатываемся к более мелким деталям. Это множественное число. Итак, у него есть исключение, про которое мы только что сказали, и окончание либо s, либо is. Откатываемся к подлежащему и быстренько вспоминаем, в принципе, про существительное. Одна из важных вещей, что нужно знать про существительное, это то, что у него есть форма единственного и множественного числа. Формы множественного числа образуются при помощи окончаний. Каких? s и is. Сколько случаев нужно запомнить для того, чтобы помнить, где is? s. Два гласные и согласные, и каждый из них еще на два разделяется, всего получается дважды два, четыре. Да. И есть еще из множественного числа исключения. Там тоже два у нас момента, которые нужно помнить. Один момент – это то, что меняется гласное. Говорим, говорим, если мы запомнили, мы говорим, меняется гласное. Второй момент – это то, что слова какие-то могут быть только в единственном или только во множественном. Есть ли вопросы здесь? Нет? Поехали дальше. Вернулись к существительному. Итак, с исключениями разобрались, с окончанием разобрались. Теперь как сделать, чтобы получилось чей? Разные разности перелистну. Чтобы получилось чей, существительное, отвечающее на вопрос чей, можно сделать двумя способами. На самом деле это только один способ, но второй мы тоже даем для того, чтобы дать уже общее понимание, хотя там немножечко не синтетический способ, то есть не прибавлением чем-то, а аналитический, путем подставления слов. Самое основное – это поставить апостроф и с. Как мы поступаем с апострофом и с, что здесь нужно помнить? Это простое слово. То есть здесь добавили просто апостроф и с. Взяли маму, мам, добавили апостроф и с, получилось мам, получилось ма-мин, или ма-ми-на, ма-ми-но. А потом поставили какое-то существительное. Здесь никаких правил нет. Еще момент. Это когда вы ставите существительное во множественном числе с апострофом и с. Что здесь нужно делать? Смотрите, берем родители, parents. Родители уже стоят во множественном числе. Нам нужно на письме только поставить с. Ой, апостроф. С здесь не надо ставить, потому что они все равно сольются в одно. И потом ставите существительное. Например, my parents' car. Mom's car – мамина машина. My parents' car – родительская машина. Только на письме апостроф. И такой, скажем, промежуточный вариант, когда слово заканчивается на с. Например, это имя. Возьмем имя. Брэс. Брэс – это мужское имя. Брэс. Если ему принадлежащее что-то, например, машина, то мы ставим на письме вот так. Но как мы это будем читать? Если слово заканчивается на с и окончание с, а нам нужно показать, мы ставим и для того, чтобы отделить. Брэс is car. Например, машина, принадлежащая Брэсу. Брэс is car. Ну и существительное потом поставили. Здесь я написала машина. Это будет звучать. На письме мы ставим только апостроф и эс. Но когда мы произносим, берем, например, слово Dickens. Это писатель такой был? Да, Dickens. И если мы хотим сказать...